Державная инспекция, аховы жиевольного и рослинного света – организация не только закрытая, но и рассказывать об усих подребязанностях своей деятельности тут не вельми мкнуться. Правда, это не тычется коллег и партнеров из других краин. Поделиться опытом и напрасовками – у Гомель приехали представители Державного агентства рыбной господарки Украины. На початку встречи, агляд техники, которую выкрасовывают белорусские инспекторы, арсенал велики от сучасных авто и так званых паус-родков до мотоциклов, квадроциклов и снегоходов – нечто, набытое еще подчас створения инспекции, нечто совсем новое, але усе у рабочем стане. Украинцы текаются техничными характеристиками и рассказывают об своих макчимостях. У речи у нас великая протяглась с уместных водных объектов, контролевать, які лепш агульными намаганнями. До речи, основная колькость порушений усе не региструется минавито на водоемах. В 2015-й год инспекции составлено около 260 административных дел. Из этих 260 примерно 60% – это незаконное рыболовство. И примерно по 20-15% – это нарушение правил лесопользования, а также незаконная охота. Почас непосредственно посаджения – размыва об оперативной ситуации и методах работы. Во Украине, например, у пытаниях охова природных ресурсов основный упор зараз на отдельность рыбооховных патрулёв. На водоемах я не знаходится практически круглосуточно. И, как кажуть, нелько браконьеры сегодня настолько технично оснащены, что одными рейдами не обоистись. У Беларуси ситуация не такая напруженная, а для работы у инспекторов так само хопая. У целом по республице зона отказности державной инспекции по хове живойного и растительного света – больше 17 миллионов гектаров. И усюда повинен быть забеспеченный парадок. Эффективность деяности беларуских коллег признают и представники Украины, усоведящим одна задач к этой встрече – деталевое ознавление с нашим опытом. Алгоритм тех действий, которые прошла ваша инспекция на этапе создания её, поскольку на сегодняшний день в Украине намечено в планах создания аналогичной единой инспекции, как правоохранного органа, хотелось бы уберечься и самим, и уберечь наше руководство, нашего государства от возможных ошибок, которые были в вашей инспекции на этапе её создания, реформирования. В этой встрече представников Державной инспекции о хове живойного и растительного света Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины, первая после досадково притяглого перепынку, баки перекананы, спонение супрацовництва не принесло користи ни одной из держав и выказывают упыльненность взаимодействия службы теперь может быть одновлено в полном объёме. Алексин Тюров, Максим Славин, Телерадио компания «Гомель».